Приветствую вас. Я думаю, что речь здесь идет про такой важный момент, достаточно важный момент, как, например, успех, успешность. Мы тут говорим, как мне кажется, именно об этом в первую очередь. Мы говорим о том, что вы хотите добиться успеха, мы говорим о том, что вам нужен успех, мы говорим о том, что вы нуждаетесь в успехе, мы говорим о том, что вам довольно болезненно воспринимается факт того, что успеха вы можете не добиться. И в этот момент, в момент, что я не добьюсь успех, в момент, что ничего не получится, в момент, что там, не знаю, что вас будет и прочее, этот момент, он связан с одной стороны, с контролем, с неумением расслабляться, с неумением добираться людям, отдаваться в какой-то степени, отдаваться эмоциям, отдаваться чувствам, отдаваться, если угодно, моментам, это такие очень важные и ключевые моменты в этой ситуации. Вы боитесь ошибки, вы обечуете себя за них, за ошибки обечуете себя, вот, вероятно, еще ко всему прочему ошибок вы стыдитесь, вот, ну, то есть, условно говоря, вы предъявляете к себе вот такие требования по типу того, что я не имею права и сам, там и ошибки завершал, ну, вот, от слова, совсем. Тут, конечно, неплохо было бы поисследовать то, что, собственно, такого страшного произойдет, если вы ошибетесь, но главное, как мне кажется, немножко не в этом. Главное, главное в том, что вы не можете не контролировать, вы не можете жить в настоящем. Вы оторваны от себя, вы не чувствуете практически ничего, вы не чувствуете себя, вы не чувствуете других людей. У вас, как бы, постоянное напряжение, постоянная борьба, вот, в первую очередь внутри себя. У вас это моральный защит, конечно же, но по-другому невозможно. И это очень-очень тяжело. Страх оценки, то есть, вот, умение управляться тем, что, ну, что вас могут оценить и оценить негативно. Это, кстати, правда, то, что вас действительно могут оценить и то, что вас действительно могут оценить негативно. То, что всех людей, в принципе, оценивают, оценивают негативно и это нормально. Так происходит со всеми, но в вашем случае получается так, что вас это определяет. У И мне кажется, что это не только в болезни, не только в больнице, не только в больнице, не только в пабане, не только в ратикане, что он слишком сильный в линии. И мне кажется, что вы боитесь с этого, ну потому что каждый такой подобный эпизод в вашей жизни, он очень энергосотратен для вас. Когда неудача, когда вас оценивают, может быть как-то негативно, может быть что-то еще, ну то есть много на самом деле вариантов. Важно то, что в этом нет вас, то есть вы мне напоминаете в этом контексте такой очень напряженный, с, я боюсь этого слова, оголенными нервами сосуд, который постоянно чем-то наполняют, без спроса человека. То есть наполняют, ну вот напомнили, а вас не спросили, напомнили, а вас не спросили, напомнили, а вам, грубо говоря, не прислушались. Да, вообще, то есть, ну что вы думаете об этом поводу, хотите вы, а вам, я не знаю, что бы наполняют, вы понимаете, как будто бы никого не волнует, понимаете, понимаете, какая штука. И вот мне кажется, мне кажется, что вот одна из таких вот ключевых проблем, вот, в том и заключается, что не имею возможности себя защитить, вот, не имею возможности себя защитить. А вы находитесь в постоянном контексте, потому что, ну, вы действительно себя никак не защищаете, вы действительно себя не можете защитить, у вас нет ресурсов на этом. Нет навыков построения личных границе, например, да, то есть это деление себя от другого человека. Так, вы с собой не честны, вы, как мне кажется, обманываетесь себя, пытаетесь казаться не той, кто вы есть на самом деле, потому что вы пытаетесь, например, быть сильней, но в действительности, но в действительности, мне кажется, что вы боитесь признать, что вы можете быть слабой, вот. Тонкость все заключается в том, что филиги слабые, что филиги слабые просто по-разному это воспринимают. И вот, как бы, для вас слабость это что-то ужасное, для вас слабость это что-то такое, чего вообще быть, наверное, не благосленно. Вот. А то часть нас это то, что помогает нам развиваться, это то, что делает нас, в общем-то, как не продакционно, это звучит сильнее. А вы от этого закрыты, поэтому вы, поэтому вы, так как оголовный нерв, как напряженная луна, постоянно ждете нападений, это то, что это не с тем, что это было, вот. Так что, вы, ну, это все надеюсь, как мне, вот, как мне говорят, вот. Вот совершенно очевиден вот этот момент того, что вам нужно делать, момент того, в какую сторону вам нужно двигаться, да, и совершенно очевидно, что вот то, что вы предпринимали, ну я имею ввиду, какие действия вы предпринимали для решения своей проблемы, эти действия не возымели эффекта главным образом, потому что, это изменение, как бы, ну изменение происходит, то есть то, что вы делаете, это изменение происходит. Вот здесь вот, вот здесь вот, не изнутри, да, а из нее, вот, их поэтому не получат, не получат, поэтому, ну, условно говоря, вы только приумножаете свои, э, проблемы. Вот. А дальше, значит, ага, понимаете, ага, ответ кроется в вашем вопросе. Любая адаптация болезни, что вы научите адаптации – это рост. Рост невозможен в футболе. Но с болью необходимо иметь обращаться, с болью необходимо иметь адекватно выражать, с болью необходимо адекватно транслировать, транслировать, ну, ну, так, чтобы это было не разрушающе, для вас, для окружающих людей, вот, но чтобы это отражало то, что вы чувствуете, вот. Без боли невозможно вырасти. Вы сейчас хотите, как раз таки, вырасти без боли. Вы хотите, чтобы, чтобы боли не было. Это невозможно. Это нереально нереально. Вот. Если, если вы когда-нибудь были в тренажерном зале, то вы наверняка знаете о том, что если вы потренируетесь не устал при этом, то это никакой пользы для вас не принесет. оттуда совсем. Вот. Чтобы был какой-то эффект, необходимо, чтобы мышцы именно болели. Ну, только если они будут болеть, только если им будет больно, но только если у вас будут ныть мышцы, вот только тогда можно сказать, что есть какой-то эффект, есть какой-то результат. Понимаете, какая штука? Вот. И то же самое касается и, в общем-то, в психологических ситуациях тоже самое. Вы не сможете освоить новый опыт пейсбола. Потому что именно боль говорит о том, что, ага, тебе больно, значит, ты двигаешься, ну, там, условно, в адекватном направлении куда-то, ага, тебе больно, значит, ты осваиваешь что-то, ну, что-то новое, да? Вот. Ага, тебе больно, значит, ты столкнулся с чем-то, чего до этого, ну, с чем до этого, что до этого не видел. Вот. Понимаете? Такой момент. И так можно идентифицировать, в принципе, то, что вы, там, чуть, ну, чувствуете. Вот. Так можно идентифицировать это. Если, конечно, вы хотите этого. То есть я не буду, если вы хотите научиться, если вы хотите стать сильнее, то вам нужно признать свою слабость. Как это не продактально звучит. Только тогда, только тогда, тогда, только в этом случае вы сможете адаптироваться. Но не без болезни. Без болезни это делать невозможно. Вот. То, что я хотел бы вам сказать. С точки зрения вот именно психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и так далее. Не исключено, что вы будете сопротивляться. Не исключено, что вы будете, там, пытаться отставить свою позицию, что вы будете вытеснять. Это все не исключено. Это нормально. То, что вы будете делать. Но необходимо. Необходимо. Необходимо научиться отдаваться своим эмоциям. Вот. А вы, вы, вот, по моим ощущениям, себя зажимаете очень сильно. Вот. Зажимаете, 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 зажимаете. А потом у вас все это взрывается в виде негатива. Вот. Кстати, кстати, так, когда вы говорите, что испытываете все вот эти чувства негативные, что вы хотите, ну, то есть, вот, чего вам хочется. Вот. А когда вам что-то не нравится, к примеру, ну, к примеру, просто вот что-то не нравится, что угодно. Ага. Что вы делаете с этим обедом? То есть, как вы на это реагируете? Вот. Ну, вот, я думаю, что это весна важных моментов, на которые вам полезно будет обратить свое внимание просто потому, что как-то вы, это вы, ваша жизнь. Вот. А вы, вы живете, вот, условно там, только на, примерно на 20-25% вот того, что, ну, действительно, вы, вы себя не знаете. Вот моя задача, допустим, помочь вам себя узнать. Но это определенная работа. На этом все. Все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь на обратную связь. Удачи! Удачи! Удачи!